Благотворительная акция В регион пришли пожелания детей, которые обращались к президенту нашей страны, и сегодня депутаты города Черкесска развозят подарки, которые мы приобрели для выполнения этих желаний. За время акции десятки тысяч детей по всей стране, которые вынуждены бороться с жизненными трудностями, получили подарки, а с ними и ощущение настоящего новогоднего праздника. И несмотря на то, что он уже давно позади, творить добро никогда не поздно. Даже если долгожданный подарок принесет человек не в костюме Деда Мороза, а в классическом, ему будут рады. Вот тебе подарок от елки желаний президента. Ноутбук даже лучше, чем ты хотел. Мне сегодня, когда позвонили, я чуть даже растерялась. Думаю, что мы, зачем мне звонят. Мне уже в голове начала куча. Она говорит, что желание. Я начала вспоминать, что я вообще, куда, что писала. Мы как раз тогда в Россинке реабилитацию проходили. Мне девочки сказали, так-то, так-то. Сегодня последний день. Думаю, надо написать. Ну, а мало ли. Написала. Я, честно говоря, вообще не ожидала. Нам два года назад, вот Хубив с Единой России, мы в счастливом детстве в группе состояли, написали, нам стол приносили. Он с этим столом песочным, наверное, сутки не отходил. Как-то дети растут, желания меняются. И в этом году он сутками к компьютеру. Кроме этого, ему больше ничего не интересно. И решила написать. Честно, большое спасибо вообще. Ну, я просто не ожидала даже. Ждали закупку всех подарков, потому что часть подарков приходила по подписке. Поэтому сегодня все пришло. Сегодня мы уже начали их раздавать. И по городу Черкесску дети, которые обращались на президентскую елку, их сегодня получат. Это и ноутбуки, это и телевизор, и телефон. Ну, в общем-то, те желания, которые, считаю, необходимы были этим детям. Ноутбуки, смартфоны, тренажеры, музыкальные инструменты, желания у детей самые разные. А эмоции от подарков похожи у всех. Это радость, счастье и вера в то, что чудеса все-таки сбываются. Как будешь использовать компьютер? Для учебы и для игр там всяких. Ну, больше для учебы, правильно? Да. Вот давай, забирайся. Очень приятно, конечно. Не ожидали, что он долго просил этот компьютер, но никак у нас не удавалось получить его ему. Конечно, немножко запоздали мы с этим делом, но пока, так сказать, решались все вопросы коммуникационные, мы вот сейчас имели честь доставить этот подарок и порадовать этих детей. В семье четверо детей. Я думаю, что этот компьютер, который сегодня мы им подарили, я думаю, что он им пойдет на пользу и на учебу. И еще об одном подарке, который уж точно пойдет на пользу. Причем не одному ребенку, а целому коллективу детской спортшколы номер 6 по вольной борьбе. На минувшей неделе во дворец спорта «Спартак» был доставлен новенький профессиональный ковер для борьбы. Перед Новым годом с просьбой о его приобретении на прямую линию к главе Карачаева Черкесии Рашиду Темрезову обращался тренер спортшколы Рустам Шевхужев. Видите, сколько детей? Вот здесь у нас лежало вот такое покрытие. Это травмоопасное покрытие. Куда я столько детей на один ковер помещу? Поэтому, думаю, выход один. Обратиться к нашему многоуважаемому Рашиду Бориспиевичу. Вот, пожалуйста. По качествам? По качествам. Высшее качество. Высшее качество. Очень благодарен нашему руководству. Очень благодарен всем людям, которые здесь задействованы. Высшее качество. Очень доволен. Дети радуются. Глядя на процесс тренировки, действительно трудно представить, как около сотни воспитанников секции до этого умещались на одном ковре. Юные спортсмены по достоинству оценили подарок, пообещав отдачу в виде своих спортивных достижений. Тогда привезли этот ковер. Стало намного легче, потому что мы не помещались, в зале. На новом ковре хорошо. Старый был не такой, а новый, прям мягкий, удобный. Стало намного удобнее отрабатывать и стало намного просторнее. Большое спасибо! Спасибо, Россия! Руслан Альботов, Андрей Дорошенко. Итоги недели.